Виталий Мулац, здравствуйте. Я Гусь Богдан, моя команда. Продолжаем щедренники войны, встречаемся с людьми, которые спасали и спасают Украину, Харьков. Сегодня у нас в гостях один из знаменитых волонтеров Харькова, организатор фонда Новомрия. Там была история Проскома и Роскома. А, история Проскома и Роскома. Спасибо, что Андрей Анатольевич. Все, наверное, знают, сейчас вся Украина занимается тем, что помогает нашим любимым воинам, нашей армии, нашим УСУ. Все занимаются транспортом, потому что это самый такой необходимый расходник, который нужен нашим ребятам. У нас есть тоже такая история в нашем фонде. Друзья из мирной жизни наши, мы никогда не думали, что вот так придется нам с ними взаимодействовать именно в таком контексте. Из Одессы, да, мы давно познакомились с ними, они последние пятнадцать лет живут в Германии, в Берлине. Вот, когда Украина вступила, как говорится, в такое противостояние, поступил звонок. Мария, чем мы можем вам помочь? Ну, тогда были какие потребности? Продукты, лекарства, они говорят, ну, это все хорошо, вот давайте мы хотим что-то серьезное. Они работают в банке, вот, сотрудники этого банка скинули своими личными деньгами, приобрели ренимобиль, вот, по последнему слову техник, полностью всем оснащенный и дефибриллятором, и кислородом, и всем другим необходимым, сопутствующим оборудованием. Вот, но у них было одно единственное условие. Говорит, привезти его на Украину нужно самостоятельно. Ну, вот история следующая. Мужчины не могут выходить за границу, вот, женщины могут. Вот, сначала выехала я за рубеж, встретились с ребятами в Варшаве, в Варшаве, в Варшаве. Вот, это, мы до последнего не верили, что это вообще проект возможен. Никто не думал, как мы эту махину бандуру будем пустить сюда девочками, ну, как-то были всегда уверены. Вот, и когда во двор заехала машина, я как специалист зашла внутрь и посмотрела, что она просто прекрасна. Ну, слезы катились, конечно, радости, я не знаю, ничему, наверное, так в жизни не радовался, как этому реанимобилю. Вот, ну, до границы с Украиной мы доехали без проблем, вот, но на границе нас ожидала такая неприятность. То есть где-то уже на подъезде мы увидели пробку, ну, километров сорок из машин. Ну, и, причем, машины разные, как грузовых, и гражданских, и спецтранспорта. Мы думаем, мы же волонтеры, мы же везем где-нибудь, поедем прямо к границе. Подъехали к границе, и нам говорят, что, ребят, нельзя вам проезжать, становитесь вот в эту 40-километровую пробку, и в порядке очереди стойте. Ну, что делают женщины в такой ситуации? Они идут к первой машине, фурам, слава богу, там украинские водители, ну, его зовут Ваня, вот, и мы говорим, Ваня, ну, сколько ты здесь стоишь? Он говорит, ну, я уже стою пятые сутки. Ну, мы так подумали, что, ну, мы не рассчитывали на такое время, ну, это поле абсолютно неприспособленное для такого, там, долгого, как говорится, нам прохождения. Ну, надо же как-то этот вопрос решать. Вот, я была по этой стороне границы, а со стороны Украины меня встречала моя подруга, мой партнер Яна Сенгутская. Ну, и мы вот так вот в телефонном переговоре созваниваемся Яну, тут пять суток. Она уже на тот момент шесть часов стояла на границе со стороны Украины, ждала, пока мы пересечем, ну, чтобы потом легче было дальше ехать. Ну, совершенно какая хитрость какая. Пойти к пограничнику, сказать вот так и так, вот документы, вот документы на машину, мы все официально выделили, у нас были транзитные номера, все как надо, сделаны. Потому что мы не просто машину, мы хотели, чтобы она стала на баланс. Вот у нас был весь пакет документов, он говорит, нет, ну, цены можлы бы. Ребят, ну, как бы эту машину ждет в Харькове, тогда в Харькове очень-очень тяжелая фаза, была прям очень-очень-очень сильная, все читали эти новости. Мы ту неделю, в которой мы не находились в городе, в Харькове, ну, естественно, душой, сердцем все были здесь, все очень переживали, и мы как-то понимали тогда, что как никогда эта машина должна приехать в Харьков. Ну, хитростью, женским обаянием, улыбкой. Ну, говорю, ну, как же этот вопрос можно решить? Ну, будете же вы женщину оставлять в поле, 5 часов стоять в очереди для того, чтобы заехать? Он говорит, ну, есть такой вариант, если, не знаю, как правильно назвать, комендант Украины наберет коменданту Польши и скажет, что вас пропустили без очереди. Ну, не у всех же есть телефонные книжки, такие номера, которые могли бы выйти на коменданта украинской границы. Ну, как показывает практика, через 5 рукопожатий, через 3 часа у нас был уже номер телефона, это ли телефон от человека с Украины, который позвонит на территорию Польши и скажет, что меня пропустили. Ну, хорошо, позвонили, тут ротация, смена. Пока мы искали этот телефон, тут уже шкипишь, украинские женщины умеют. Можешь донести, как говорится, информацию так, что им очень сильно надо. Меняется смена. И эта смена с новыми силами, с новым пристрастием говорит, нет, говорит, становитесь в очередь. Я говорю, да хочешь уже вам позвонили, пропускайте. Но вся эта история уже 7 или 8 час, уже темно. С той стороны стоит Яна. Она тоже стоит, ночь темно, мы понимаем, что нам до комендантского надо успеть и хотя бы до Львова доехать, чтобы хотя бы где-то переначать. Или даже если мы перейдем в Грузию, мы будем опять ночевать в поле, он же такой же на территории Украины. Но все равно, главное, что на родной Украине вы. Опять, опять звоним этому коменданту. Опять, чтобы он позвонил коменданту Пойсе. Опять вся эта история. В результате, женщина с женщиной, это говорится всегда. У Пойска пограничников была девушка. И она так прониклась в эту ситуацию. Она говорит, так, я поняла, дело не будет. Пойду я, сама лично, коменданту. Она как-то там от этого вопрос решили, мокнули мне рукой, проезжайте. Ну, то, что мы выслушали вот в очереди, это все. Причем сама очередь, сами дальнобойщики были за. Они говорят, девчонки, давайте, давайте, вперед, вперед, вперед. Ребята на фронт, мы же знаем, нас все пропускали. То есть мы для того, чтобы у нас совесть была часа, прошли первые 30 машин. Говорят, ребят, пропустите нас бежут. Говорят, да вообще без проблем. Девчонки, едьте, были девочки. На такой машине говорят, едьте, конечно. Нет, пограничники не пускают. Думаю, да что же это такое? Ну, мокнула, это девчонка. Мы как-то так втиснулись, приехали. А у меня футболка была. На мне с принтом украинке в веночек. И вот кто ходил, переходил границу, знает. Там есть такой аппарат, в который надо зайти, такая кабинка. Он должен тебя сфотографировать, определить. И после этого там пропустим. Вот захожу я, говорю, уже все, машина прошла осмотр, все досмотрели. Осталась я одна. Парка, все хорошо. А он говорит, не могу распознать вашего лица. И так минут 30. Не могу распознать вашего лица. И все. Боже, нервничать. Очень нервничать. Ведь эти таможеки польские уже нервничают. Все переживают. Уже они не рады, что они меня без очереди пустили. А все. Пока опять эта девчонка, таможенница, не говорит, говорит, у вас футболка с лицом. Говорит, или снимите, или, ну, закройте, ну, оттеньте курточку, чтобы не видел. Оказывается, это так. А потом не мог определить мое лицо, открыть-то на моей футболке. Ну, да это уж тоже надо было додуматься. Никто из пограничников до этого не додумался. Я же не пограничник. Я не знаю этих нюансов. Спасибо этой девчонке. Но, опять же, женщины везде могут договориться. Прошли мы этот контроль. Оформили мы все эти документы. Это отдельная история. Когда мы пересекли уже границу Польши, уже второй пакет документов мы должны были делать на территории Украины. Ну, сказать, чтобы там все смены на украинской территории знали, что мы едем. Это вам ничего не сказать. Я думала, что нам уже ковровые дорожки будут сидеть. Потому что на тот момент, пока мы стояли эти 8 часов, им позвонили все. Все знакомые волонтерские организации, все кураторы, все чины в погонах, до кого мы могли дозвониться. И когда уже наша машина въехала, они говорят, Боже, слава Богу, вы проехали. Наконец-то. Фух, это все. Это глубоко говорит. Ну, теперь быстро. Педаль в газ, говорит. И до комендантского, говорит. Вы должны успеть. Или будете с нами здесь ночевать. И я помню, как открывается этот славаун. А кто знает, что в реанимобиле, там же есть сигналы. И звуковые, и вот эти проблесковые. И я с Яной на телефоне говорю, Ян, все, я выезжаю. Она говорит, все, мы тебя тут встречаем. И она говорит, ключи эти проблесковые маячки. Ну, до этого мы этого никогда не делали. И я нажимаю эту кнопку, никто же не ожидал, что это будет такой звук. Это звук на всю эту таможенную территорию. Дикий, такое освещение, как днем. Все повыбегали. Я так испугалась. А потом машины, которые стояли с украинской стороны, которые ждали свою очередь, они все начали сигналить, махать руками. И говорят, о, типа, приветствуем, слава Украине, героям славам. Это было такое ощущение, что ты сделал что-то такое важное. Я знаю там своих друзей, другие волонтерские фонды, которые эти машины сотнями гоняют, которые в этом всем приходят. Но когда это сделали девчонки, еще и такую большую машину, еще и такую вот. Ну, вот мы с вот этими, как говорится, под звук этой сирены уже заехали на территорию своей любимой страны. Ну, и дальше слезы, внимание, все, что мы это сделали. Дальше отдельную историю, как мы ехали на этой скорой по Украине. Ну, как девочки выстраивают маршрут там от пункта А, пункт Б, по навигатору. Пункт А, пункт Б. Ну, мы выстроились в маршрут, там, до Львова. Со Львова мы должны были доехать в Тернополь. Наш там дружеский фонд, друзья наши, которые вывезли деток в Тернополь, они там устроились волонтерами и потом основали свой волонтерский там центр. И они нам пообещали, что они нам передадут, так как мы едем этой машиной, туда визочки, там специальное оборудование для людей, которые с ограничениями, то есть это инвалидные коляски, специальные стульчики, и костыли, и палочки, все. Ну, это вот целая машина. Нам обязательно надо было ехать в Тернополь. И вот дальше мы, мало того, что мы на этом реанимобиле, дальше из города в город, пока мы доехали до Харькова, каждый город какой-то вклад вносил в этот реанимобиль. Вот Тернополь нас снабдил этими боленными колясками. Следующий пункт был Киев. Мы приехали в Киев, нас тоже там встретили друзья, он говорит, о, так у вас же скорая, так вам нужно госпитальеры. Поехали госпитальером, нужно же начинить эту машину, туда же надо препараты, перевязочный материал, все. И потом приехали госпитальером, они, это отдельное знакомство с этими ребятами, ну, Браник, наверное, все это знают, это наши герои, парамедики, герои Украины, но я их по-другому просто не могу, это хрупкие девчонки, которые на нуле, на передовой, вот. И они нам всю эту скорую, каждый ящичек, все как должно быть, да, укомплектовали им полностью. Следующий пункт Полтава. Вот мы уже полностью гружены, доезжаем до Полтавы, и Полтава же такая гостеприимная, говорит, ну, ладно, говорит, лекарство, вы все везете, все это, говорит, а поесть ты. И в эту скорую пошла там мед, консервация, какие-то вкусняшки, варенье, все. Ну, это я помню этот момент, когда мы уже подъезжаем Харьков, это же, видимо, наш родной город, его очертания, ну, вот, как-то было очень трогательно. Еще трогательно, что весь наш маршрут через всю Украину состоял из вот такого единства, вот такой вот взаимопомощи друг другом, о том, что всегда говорили, что ой, Харьков, ой, боженьки, я родненьки, как вы там вот вообще, как вы там все это переживаете, как вам там семь бедня не достается, ну, очень приятно было, очень приятно. Вот, и так вот приехала наша первая скорая. Вот, а потом у нас проект с этими же ребятами, вот, после одного из визита на Северную Салтовку, мы там познакомились с ребятами, МЧСниками, которые завалы разбирали, все, и вот мы там конкретно задали вопрос, там, говорит, что вам надо. Ну, они говорят, это, конечно, все хорошо, все оборудование, они говорят, у нас, говорит, транспорт, нам бы, говорит, машину с этой лестницей, потому что не хватает транспорта. Ну, и я так в разговоре думаю, ну, спрошу тех ребят, которые нам скоро помогали приобрести, говорят, ну, вдруг у них там получится. Они говорят, о, хорошо, следующая цель, говорит, пожарная машина, говорит, мы вас услышали, и вот мы теперь с Яной смеемся, говорит, за рулем скорой помощи мы ехали, а вот мы теперь представляем, как мы будем границу пересекать, и говорит, за рулем пожарная машина. Вот, ну, вот такие женские развлечения, вот такие женские радости, да. Действительно, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное для любимого города, это очень так вдохновляет, очень. Всегда, несмотря на то, что это были трудности, очень большая проблема была переехать, перейти через эту улицу. Вспоминаем об этой истории с юмором. С юмором. Мы уже не помним, как это было. Нервно, страшно и обидно, обидно он очень. Ну, все же получилось. Нет ничего невозможно. Ну, самое главное, наверное, сейчас у нас, что нас больше всех беспокоит, нас в смысле это харьковчан, это предстоящая зима, вот. Сейчас у нас в разработке, проработке и, надеемся, в ближайшее время будет исполнен и выполнен проект теплый Харьков, теплую сердце. Вот, это самая сейчас, мне кажется, актуальная проблема, как Харьков будет зимовать. Вот, и поэтому все силы сейчас у нас бросены именно на этот проект. Мы будем заниматься тем, что будем стараться обеспечивать как-то отопительный сезон в виде, начиная с буржуек, там, где это возможно и необходимо, заканчивая переносными или, как правильно называть, автономными котельными. Ну, вот, есть у меня одна из самых таких любимых историй, это про то, что мы все-таки непобедимая нация. В одной из наших командировок на Полтаву, все это случилось в одной из командировок на Полтаву, мы, когда из Харькова выезжали, заехали к нашим ребятам, любимым, полянец, и, естественно, передавали там продукты, и приехали военные. Ну, и, как всегда, знаете же, вопрос там, хлопцы, а чего бы вам хотелось? И вот такой молоденький мальчишка, вот, ну, прям, ну, молоденький, он прям, ну, как сын. И он говорит, я так хочу борща, я куманку. Мне так это запахло в душу. Ну, услышали мы эту историю, а что такое сварить борщ в таком огромном объеме? Это же и продукты, ну, и овощи, и все. Вот мы считали, считали, ну, никак у нас на этот борщ на такой объем не набирается, что-то какие-то сотни килограммов. Вот, поехали с Яной командировку в Полтаву, встречает нас там наша подруга, Оксана Вениченко. Оксаночка, спасибо тебе большое, и всей твоей команде. И рассказываем эту историю, что-то, представляешь, у меня приехал хлопец, и вот, вот, вот они там на передовой, вот они воюют, а он, я говорю, ну, чем, чем мы можем? Он говорит, борща, как у мамы. Ну, поговорили, так все, едем дальше по своему маршруту, звонок из полутравы. Говорит, девчата, мы тут подумали, ну, он тут трошки на борщ насобирал. Ну, трошки, ну, что там трошки на борщ? Ну, насобирали, насобирали. Я говорю, какую вам машину нужно? Он говорит, ну, тут побольше. Я говорю, ну, в смысле, побольше там, газель. Говорит, да нет, побольше машины. Ну, я же в поездке звоню своим друзьям, Филиппу, Владу, Кулеву. Я говорю, ребят, вот там нам Полтава на борщ насобирала, ну, помогите, пожалуйста, довезти до нашей кухни. Ну, подключаются ребята. Влад, Фил, спасибо большое. Вот приезжают они в это село, в это село Великобогачка. Ну, а там со всех дворов капусту, буряк, лук, тушенку, картошку. Ну, вот полный борщевой набор, полный. Еще и трехлитровые банки, сало с чесноком перекрученное. Все, приехала, это Карька, Наташа с Денисом Поляныцем, нашей любимой, наварили того борща, как борщу и кусочек сала, еще и черный хлебушек, и чесночок. И вот так вот у нас получилось исполнить желание наварить борща, как у мамы. И, кстати, благодаря этой ситуации с борщом мы сейчас наладили отношения. Местное население собирает урожай, и вот они сносят там со всей округи, там соседней все. Мы в этом приезжаем, забираем, и так решаем вопрос с овощами для наших. Вот. Так что вот такая вот история. Ну, а то, что этот борщ был сваренный как надо, и точно как у мамы, это наша Поляныца, это наша Наташа, волшебница с Денисом. Вот. Это самый вкусный, по-моему, который я когда пила. А я тоже пробовала. Очень здорово. Есть еще история про леве. Ну, это Пасха. Вот. Шеф-повар у нас на одной из наших кухней, Аркаша. Вот. Он у нас специализировался на детском биле. Он точно знал, что дети любят. Вот. Он точно знал, как сварить макарошки, как сделать тефтельки, чтобы дети вараела. Вот у нас был. Вот он, то блинчики. Вот. Он точно знал, как в метро детей накормить так, чтобы они все поели. И тут Пасха. Вот. Ну, куличи, это понятное дело. Пасхальные мы там напекли. Тысяч куличи. А, что? Это тысяч. А я это говорила в прошлом интервью. Я могу сейчас повторить. Да, команда Новомрии, мы побили свой личный рекорд. Мы выпекли пять тысяч двести пятьдесят пасхальных куличей. Наши параллельно сделали Оливье. Да. А Оливье было приятным бонусом. Ну, вот. Собрали же мы эти пасхальные куличики, накрасили яички. Собираемся же ехать в метро. В метро. И передавать хлопцам на море. О священии. Отец Владимир это все освятил. Прочитал молитвы. Все по всем канонам, как надо. И Аркаша говорит, ну, а что мы, как Пасхи? Одни Пасхи. Говорит, надо еще что-то приготовить. Ну, а как же волонтерская кухня? Там же все расписано, все рассчитано. Никаких особых излишек нет. И все же это очень-очень-очень так вот ситуационно. Какой набор продуктов сейчас есть, так вот то и то. Ну, и говорит, Аркаша говорит, я, говорит, Оливье приготовлю. Ну, что такое Оливье приготовить на триста человек? Я говорю, ты что, Аркаша? А, горох, а то, а все. Это же, ну, Оливье, по себестоимости, это же вообще, ну, достаточно, ну, проблемно, в то время было проблемно сделать Оливье на такое количество люк. Да, сейчас непросто. Да, и да, и сейчас не помню, ну, мало того, что это дорого, но вообще эти продукты достать, и деньги на эти продукты достать. И он так замолчал, секунду помолчал, потом говорит, «Девча, а если это последнее Оливье, которое ходится?» Говорит, надо хоть, чтобы было, как у мамы. И колбаска, колбаска домашняя, и Оливье, и борщ, и кулич, и вот так мы правдами, синглами, неправдами сделали это Оливье. Вот очень вкусно получили, и потом нам потом привет из передовой пересекают, ребят, ну, куличи мы там ждали, там, у вас, понятно дело, там и ждали, ну, Оливье, как он говорит, ну, вы порадовали, ну, Оливье, правда, оно создало такое праздничное настроение ребятам, и вот мы так думаем, ну, это правда. Поэтому, когда что касается волонтерской кухни, ты когда готовишь, особенно для военных, ну, ты всегда туда, ну, помимо там, любви, там, качественных продуктов, молитву прочитаешь, но и стараешься, чтобы это все-таки было повкуснее, чтобы все равно они когда ели, вот они думали и знали о том, что, ну, мы волонтерский тыл, мы за ними, и что мы будем делать все возможное, чтобы они победили.